Чем вызваны болезни и как это зависит от нас? Существует два вида болезней. Первый — инфекция. Это вторжение другого организма, когда вы — чья-то пища или среда обитания. Это одно. Инфекцию нужно уничтожить. Но, думаю, что только 25-30% всех болезней в мире являются инфекционными. Все остальные — хронические. Это значит, что люди сами создают это для себя. Они заняты производством собственных разновидностей болезней. Думаю, что люди создают различные вариации заболеваний, чтобы каждый день озадачивать врачей чем-то новым. Как же это проявляется? Мы должны понимать, что каждая клетка человеческого тела запрограммирована на жизнь и здоровье. В то же время те же самые клетки также запрограммированы и на смерть. Когда придет время, они определенным образом начнут разрушать человеческий организм. Здесь присутствуют программы на жизнь, благополучие и здоровье, но также присутствуют и программы на смерть. Если вы каким-то образом отправите клеткам неправильное послание, если ваше сообщение будет неверным, тогда некоторые клетки начнут работать на вашу смерть. Вот что такое болезнь в определенном смысле. Работа клеток направлена на разрушение жизни, потому что каким-то образом они получили это сообщение. Вы не отправляете им четкого послания, что хотите быть здоровыми и благополучными. Этого послания нет. Если сегодня вы злитесь на кого-то, если вы злитесь или обижаетесь на кого-то, тем самым вы не причиняете особого вреда им. Вы отравляете себя. Сегодня существуют весомые медицинские доказательства, показывающие, что вы буквально отравляете себя химически. Когда вы отравляете сами себя, какой сигнал должна получить клеточная структура организма? Если после такого сигнала хотя бы 2% клеток поверят в то, что вы хотите умереть от яда, они начнут работать на это. Тогда происходят разные конфликтующие виды активности. Один набор клеток работает на ваше благополучие, другой работает против вас. Это проявляется по-разному. Я выражаю это упрощенно, но в каком-то смысле именно это и происходит. Неправильные сообщения отправляются каждый день. Обида, гнев, страх, беспокойство — все это яда, которые пьете вы сами. Но ожидайте, что умрет кто-то другой. Жизнь так не работает. Если вы пьете, вы умираете. Поскольку сегодня мы все приобретаем в рассрочку, смерть мы также получаем в рассрочку. Вот что такое болезнь. Как медицина может помочь поддержанию здоровья? Видите ли, самое главное — добиться того, чтобы люди были привержены своему здоровью и благополучию. Они должны быть преданы этому. Этой преданности здесь нет. Я вижу, как у выхода из больницы стоят медицинские сотрудники и пыхтят сигаретами. Как они могут убедить кого-то быть преданным своему здоровью? Прежде всего нужно, чтобы отдельный человек был привержен своему здоровью и благополучию. Тогда он станет осознанным относительно того, что употреблять в пищу, а что нет, что делать, а чего не делать. Если это войдет в его жизнь, половина проблем исчезнет. И далее для каждой конкретной болезни, от которой страдает человек, может быть оказана определенная медицинская помощь.